Продолжение следует... 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 Ну и кроме того, он все-таки сын расстрелянного поэта, который, ну, поэт ладно, но контрреволюционер, его отец был расстрелян как участник контрреволюционного заговора, якобы за какую-то листовку, которую он адресовал восставшим матросам в Кронштадте. Так что вот, собственно говоря, в 21-м году был расстрелян его отец, в это время Лёве было, соответственно, 9 лет, он родился в 1912 году. Вот он, значит, вот детство, вот это детство, юность провел, ну, вот школьные годы провел вот в этом Бежицке. И потом поступил все-таки не с первого раза, там, поварившись, как говорится, в рабочем котле, поработав на производстве, он поступил все-таки на исторический факультет Ленинградского университета. То есть была сего мечта быть историком. Он себя потом определял как историк и географ. Не знаю, так, в принципе, ну, такой как бы специальности нет. Есть физхимия, но историк и география такого еще не придумали. Вот так что он, наверное, единственный, может быть, такого рода специалист, но он всегда подчеркивал, что он не просто историк, но также и географ. То есть он признавал значение географического фактора в истории. И это делает его в каком-то смысле, как я говорил вам уже на предыдущей лекции, русским Шпенглером. Вот это, поскольку у нас уже был Шпенглер, то надо как-то продолжить его идеи. Не могу сказать, что Шпенглер прямо непосредственно оказал какое-то влияние на Льва Гумилева. Он утверждает, что идеи пришли к нему вообще как бы непонятно откуда и в очень необычных условиях. Но сейчас я не буду забегать вперед. Но тем не менее, вот это как бы сочетание интереса к истории, интереса к географии, вот как бы и попытка все-таки как-то какой-то синтез устроить. Этих двух направлений, скажем, из которых все-таки география ближе к точным наукам, а история все-таки ближе к гуманитарным. И таким образом, как бы мечта в каком-то смысле Гумилева была как бы объединить точные гуманитарные науки. Такая же мечта была и у Шпенглера, то есть сделать историю по возможности точной наукой. Только Шпенглер пытался ее объединить с биологией, вот морфологией культуры, то есть как бы вот морфологию он взял из биологии. И так же и метафора вот молодости, рождения, старения и смерти цивилизации, тоже все из биологии. А значит Гумилев хотел взять нечто из географии и даже, можно сказать, из геодезии, не геодезии, но вот из, скажем, влияния космоса на Землю. Я не знаю, какая наука этим занимается, может быть, даже непонятно, кто занимается, собственно, этим влиянием космических излучений или там, допустим, солнечной активности на Землю. Его таким как бы главным вдохновителем, как он сам вспоминает, был академик Вернадский Владимир Иванович. Ну вот, я думаю, всем известно метро «Проспект Вернадского» и просто «Проспект Вернадского». Так что, я думаю, что вы все знаете, вот ему очень, для него очень важно было понятие биосферы, который ввел вот Вернадский. Потому что биосфера подразумевал, что она как бы открыта к воздействиям также и со стороны космоса, солнца прежде всего. И вот, и живет какой-то вот не просто своей жизнью, но как-то вот связано с, можно сказать, с космосферой, так сказать, вот с астросферой. Вот так, в общем. Но это все в будущем. А пока он еще студент исторического факультета, вот, и надо сказать, что его жизнь как-то сложилась сразу не совсем хорошо. Еще в 1935 году, находясь на втором курсе университета, он был арестован вместе со своим отчимом, тогдашним мужем Ахматовой Николаем Пуниным. Ну, Ахматова, конечно, забила тревогу, мобилизовала все свои связи, которые у него тогда еще были, написала письмо Сталину. И как-то, в общем, хитрым образом это письмо передали прямо вот через, там где-то подошли к Боровицкой башне Кремлей, как-то, в общем, передали письмо так, чтобы Сталин его прочел. И действительно это подействовало. Через некоторое время и Пунина, и Леву Гумилева выпустили. Ему было, соответственно, 23 года. Вот так он впервые познакомился с тем, как бы, что происходит в тюрьмах. Вот. Но это был, вот, как пока, недолгий опыт. Ему удалось продолжить обучение. Но последовал второй арест в 1938 году. Это уже был разгар ежовских гонений. Вот, так сказать, то, что называли ежовщина. Вот. Когда уже брали не до всех подряд. И даже, как бы, была такая разнарядка, сколько нужно выявить врагов народа и арестовать их. То есть это уже, в общем, от законности мало что осталось. И вот, как раз, его приговорили тогда к 10 годам заключения. И он отправлен на Беломоро-Балтийский канал, где он уже, как он говорит, как бы, почти уже доходил. То есть почти уже умирал от истощения. И его спасло то, что прокурор решил, что ему дали мало. Что надо ему, его дело переквалифицировать на расстрел. И вот для того, чтобы переквалифицировать, ужесточить, значит, приговор, его забрали из лагеря, отправили вот в ленинградскую тюрьму Кресты. Но тогда как раз сняли ежова. И вот стали, вместо того, чтобы дать и тот прокурор, который требовал расстрела, был сам расстрелян. И, в общем, как-то так получилось, что он сам вспоминает, что вместо 10 лет он получил даже мягче приговор, 5 лет. Но все-таки не выпустили его на свободу. И вот отправили его в Норильск. Тогда Норильск, это еще города Норильска как такового не было. Одни бараки, как он вспоминает. Но он там работал в геологической экспедиции, потом в лаборатории. Ну, в общем, это спасло ему жизнь, что он не был на тяжелых работах, там, типа лесоповалы или... Потом в Норильске организовали там добычу полезных ископаемых, там были и шахты и так далее. Ну, в общем, это все его как-то миновало. А тут получилась возможность отправиться на фронт. Ну, дело в том, что его 5 лет кончались, но, как говорится, поскольку шла война, то до особого постановления никого не выпускали из лагерей, ждали окончания войны. Но была возможность, если ты отбыл срок, ты мог отправиться на фронт добровольцем. И вот он, так сказать, даже не голодовку объявил, чтобы его отправили на фронт. И в конце концов все-таки судьба смилостилась над ним, и его отправили на фронт. Первое, что он вспоминает, что, конечно, было опасно для жизни, но зато можно было есть сколько угодно, потому что это был уже 43-й год. Вы знаете, нас снабжали неплохо продовольствием тогда уже по ленд-лизу. Мы получали помощь от Соединенных Штатов, тушенка. Еще мой отец вспоминает, тушенку давали американскому солдатам. В общем, можно было есть. И он, прежде всего, говорит, я просто избавился от этого вечного чувства голода. Он дошел до Берлина и, в принципе, освободился, вроде все нормально, и даже смог опять закончить экстерном университет. Он же был взят с четвертого курса. Значит, он получил диплом, сдал все экзамены. И вроде все было неплохо, и он говорит, я опять был Левушка и прекрасный человек, и мне все улыбались. Но это продолжалось до 14 августа 1946 года. Ну, сейчас вы спросите, а что это произошло 14 августа 1946 года? А на самом деле произошло вот что. Было постановление ЦК ВКПБ о журналах «Звезда» и «Ленинград». Значит, что это за постановление? Считалось, что вот эти два журнала «Звезда» и «Ленинград» позволяют себе публикацию произведений, которые не соответствуют духу советского общества, значит, социалистического реализма. И, в частности, были названы два имени – Михаил Зощенко и Анна Ахматова. Поэтому иногда это постановление так и называют – постановление об Ахматовой и Зощенко. Оно было опубликовано в газете «Правда», так что все, конечно, об этом знали. Это произвело, конечно, нужное впечатление, то есть интеллигенция перепугалась. Вот, и Ахматова вспоминала об этом постановлении, говорит, зачем победившей стране нужно было проехаться всеми танками по телу несчастной старухи. Это она себя так вот воспринимала. Ну, действительно, в общем, к тому времени, ну, она не была старухой, ей было 57 лет, ну, в общем, муж расстрелян, сын вот только что отбыл заключение, был под угрозой расстрела. Она вот написала тогда реквием в 1938 году, вот когда сына арестовали, потому что она вот столкнулась же вплотную с этой проблемой. Вот, и вот как бы она недоумевала, зачем это нужно было. Но, по-видимому, это было нужно, так сказать, как объясняли, что люди немножко распустились, а начиналась холодная война, и надо было консолидировать общество, и, в общем, решили вот Зощенко и Ахматову в качестве козлов отпущения, значит, использовать. Но, как вы знаете, ни Зощенко, ни Ахматову не арестовали. Они оставались на свободе, как-то им давали возможность существовать. Ахматова переводила разных поэтов, корейских, например, грузинских и так далее. Ну, конечно, печатать ее не могли какое-то время до смерти Сталина уж точно. Но самое вот обидное, что это сказалось негативно на судьбе вот Льва Николаевича Гумилева, то есть того философа и ученого, которому посвящена вот сегодняшняя лекция. То есть, конечно, как сын Ахматовый, который вот публично ошельмовали на весь Советский Союз, конечно, он сразу почувствовал. Он так и вспоминает, что раньше был Левочка-Левочка или Левушка, прекрасный парень, и все улыбались, а тут даже переходили на другую сторону улицы и делали вид, что не замечают его, вот даже на Невском проспекте. Но все-таки формально его еще три года как-то не трогали, он даже успел защитить кандидатскую диссертацию. Но вот только он защитил кандидатскую диссертацию, как его арестовали. Это уже получается в третий раз. И перевели в Москву, в Лефортовскую тюрьму. И вот он говорит, 11 месяцев они думали, за что бы его такое доказать. То есть надо было, конечно, его посадить, но что ему инкриминировать, было не очень понятно. Но решили, что вот надо ему инкриминировать вот те старые, подняли старые дела, вот по первому аресту, по второму аресту, и вот в конце концов нашли какое-то обвинение и отправили его в Караганду. Там он был уже, хотя он не был таким старым, собственно, ему было в 1949 году только 37 лет, но достаточно уже изношенный организм, и, в общем, он был признан негодным к тяжелым работам, и как-то его, в общем, перевели как-то в инвалидный, что ли, барак. Как-то, в общем, он выжил. Ну, помогала ему, конечно, мать, хотя он считал, что она мало заботится о нем, что другие заключенные получали большие посылки. Ну, это уже такие обиды были у него. Он тоже считал, что она могла более интенсивно хлопотать о нем. Но она сама была, ведь, видите, она же была главной, как говорится, героиней этого постановления, и что она могла сделать, вот эта публично ошельмованная женщина, так сказать, как она могла влиять, не очень понятно. Но вот эта трещина в отношениях матери и сына вот как-то осталась после этого. Ну, и вот тут как раз начинается вот самое интересное. Значит, Гумилев считает, что вот эти первый, второй, третий арест, они помогли ему сформировать вот эту его оригинальную идею, вот, как бы, смысла истории или философии истории, которую вот действительно в таком виде мы не встречаем. Ну, первое, что, вот, как бы, вопрос, который у него родился еще во время первого ареста, это что двигало, скажем, выдающимися людьми тех, кого Гегель называет всемирно историческими личностями. Ну, вы знаете, у Гегеля это Александр Македонский, Юлий Цезарь и Наполеон. Обычно вот такая троица у Гегеля. Вот, ну, и вот возникает вопрос, вот, ну, по Гегелю понятно, что двигало этими личностями, ведь Наполеона Гегель называет «вельтзейле», то есть «мировой душой». Ну, вот в письме знаменитом 13 октября 1806 года из Йены, когда как раз в этот день вошел Наполеон в Йену, после битвы под Йеной, когда он разбил прусскую армию, он вошел вот в город Йену. И как раз Гегель там был в то время преподаватель Йенского университета, и вот он писал своему другу, что вот я увидел Наполеона, эту мировую душу, вельтзейле. Но, понятно, по Гегелю, значит, мировой дух, вот этот абсолютный дух, который как бы ищет, в ком бы, как говорится, воплотиться, но никак не может найти. Сам он не обладает сознанием, в отличие от бога Фомы Аквинского, он не осознает себя мировым духом, поэтому он ищет, где бы осознать себя, и осознает себя по Гегелю в конечном духе. Ну и прежде всего он осознает себя и действует через каких-то особых личностей. Ну, осознает себя, допустим, в философах, таких как Гегель, например, ну или как потом у Соловьева, таких как Соловьев, то есть какие-то особые люди, которые вот, ну по Соловьеву, помните, пророческую какую-то миссию исполняют в мире, по Гегелю просто миссию такую разумную, вот, но все равно это... А с другой стороны, надо что-то и делать, ведь в этом мире не только мыслить, надо же и что-то менять, распространять как-то цивилизацию, там, не знаю, завоевывать Индию, там, Россию, как-то, в общем, проталкивать какие-то передовые идеи, и для этого один философ здесь не сработает, здесь нужны деятели более крупного масштаба. И вот такими деятелями являются эти полководцы, и, так сказать, императоры, и, там, не знаю, цари и так далее. Вот, деятели, и вот как раз понятно, что они руководствуются вот этим мировым духом тоже. Так что тут как бы понятно, откуда у них берется энергия и мотивация. Но, а если посмотреть на это как бы с материалистических позиций, что может, вот, ведь марксизм отрицает идеализм и, соответственно, идеальные такие вот мотивации, ведь как Маркс говорил, что надо было поставить гегелевскую философию или гегелевскую диалектику с головы на ноги, то есть перевернуть ее, сделать ее материалистической. Но когда ее сделали материалистической, то совершенно пропала как бы идея, ну, а что вот, собственно, что движет людьми, почему люди, вот, почему Александр Македонский решил завоевывать Индию, например, почему Наполеон отправился завоевывать Россию и дошел до Москвы и взял Москву, что им руководило, какие, так сказать, классовые интересы, как по Марксу, там, не очень было понятно. То есть марксистская философия и история оказалась здесь беспомощной. Так же и Шпенглер тоже не очень понимал. Шпенглер говорил о следствиях такого рода, так сказать, завоеваний, например, образования, так называемых, псевдоморфоз, если вы помните лекцию о Шпенглере. Вот когда, допустим, Александр Македонский завоевал, скажем, Персидскую империю, Египет и Иудею, то возникла, вот, например, вот эта псевдоморфоза, как бы, вот, иудеи, стеснённая греческой цивилизацией, которая на него, как бы, наложена сверху, как внешняя форма, она вот произвела, в конце концов, такое мощное движение, как христианство, например. Вот это такая псевдоморфоза вот этой магической иудейской культуры. Вот, но, опять же, Шпенглер, самый главный вопрос, все-таки у него оставался, ну, как бы, без ответа. А что вот все-таки двигало Александр Македонский? И вот тут как раз Лев Гумилёв предлагает вот эту свою теорию пассионарности. Ну, что такое пассионарность? Происходит от латинского слова passio, страсть. Ну, тут много, это слово очень многозначное. Это и пассивность отсюда, кстати, тоже. Вот пассивный залог, например, passive voice по-английски. То есть это тоже вот, как бы, или акция passio, такие вот две категории аристотельской ещё философии. То есть действие и претерпевание. То есть passio – это и претерпевание. То есть когда что-то претерпевает воздействие. Но поскольку также вот говорили о страстях, например, страстях христовых, то вот это слово passio и passio приобрело ещё вот значение страдания. Как и страдания, как некоторое эмоциональное состояние. А потом потихонечку приобрело новое значение, как страсть. То есть страсть к чему-то. Например, passion for learning. Значит, страсть к знанию, например. Вот и в этом смысле уже оно попало в новоевропейские языки, в русский язык. И вот можно говорить, ну, по-русски, конечно, страстность. Мы не говорим пассионарность. Это его как бы такой термин, который он ввёл в русский язык. Но суть была именно в этом, что относиться к чему-то со страстью. И тогда возникает вопрос, откуда берётся у Александра Македонского эта страсть к завоеваниям? Что он хочет? Он что, вот это ему выгодно, ему это вот как бы... Что им мотивирует, вот когда он идёт на Индию? Что мотивирует Наполеоном, когда он, допустим, завоёвывает Россию? Что мотивировало Цезарем, когда он стремился к этому диктаторскому перевороту и там перешёл, так называемый, Рубикон? Вот что это, так сказать, зачем это им нужно? И вот, согласно Гумилёву, это просто избыток энергии. И теперь возникает следующий вопрос. Вот он как раз обдумывал-то на тюремных нарах. Откуда эта энергия? Где её взять? И, в общем, он говорит, конечно, можно было бы проще решить этот вопрос, сказать, что Бог даёт эту энергию. Ну, вот вспомните прошлую лекцию «Благодать», энергия, которая идёт через иконы, через слова, вот через просто, через от Бога, через таинство. То есть, вот эта, так сказать, энергия, такое решение вопроса, которое даёт, вот, скажем, византийское богословие 14 века, это паламизм, так называемый, идущий от Григория Паламы, от известного монаха Исихаста, который вот сначала был на Афоне, потом стал епископом Салоник или Фессалоник. Вот это, как бы, идея, что энергия идёт от Бога. Тогда понятно, да, от Бога, но тогда он понял, что он не сможет защищать диссертацию, допустим, в советском каком-то учреждении. Поэтому сейчас бы, наверное, ему сказали, ну, защищайтесь по теологии, раз вы, значит, энергию вводите от Бога, значит... Но он говорит, я как бы, он так сказал, Бог занимается более важными делами, чем просто посылать энергию Александру Македонскому. Скорее всего, вот эта энергия получается из космоса каким-то образом. Но как? И вот тут, вот, как бы, он, вот это, может быть, наиболее слабое место Гумилёва, потому что не очень понятно, а как же она вот из космоса берётся и концентрируется вдруг вот в конкретном человеке или в конкретном этносе. Ну, не обязательно это должен быть человек, это может быть целый, как он говорит, этнос, то есть некоторая, ну, как бы, группа людей, объединённых, как бы, вот, как он говорит, комплементарностью, положительной комплементарностью, то есть как-то некоторым, ну, не знаю, как он взял это слово, как бы тут есть комплемент, комплеры, то есть по-латински дополнять друг друга, как бы по-английски complete, вот, но он имеет в виду вот то значение, которое потом прибыло во французском языке, вот слово комплемент, то есть когда мы что-то, как бы, идём навстречу другому человеку. Вот, и он говорит, что есть такая положительная комплементарность, которая объединяет людей и в конце концов может объединить либо в этнос, либо в, как он говорит, это будет конвиксия, то есть совместная жизнь, либо в консорции, это, допустим, монашеские ординати, подтамплиеров или что-нибудь в этом роде, партия коммунистическая тоже, пример консорции, то есть партия коммунистов, это не этнос, и там монахи-францисканцы, например, это тоже не этнос, это консорция, то, что объединяет людей по, как бы, по их увлечению, по идеологии, вот, и, собственно, и церковь, основанная Христом, тоже была консорция, а не этнос, вот, а конвиксия, это просто вот когда люди объединены вот совместными проживаниями на определенной территории, и вот эти конвиксии перерастают потом в этнос, и вот этот этнос, как и отдельная личность, тоже может проходить в разные стадии, вот он может войти в стадию пассионарности, и тогда этот этнос становится агрессивным, он приводит два примера пассионарности, это Чингисхан, вот, когда монгольский этнос, о котором вообще никто ничего не знал, но какие-то были кочевники, какие-то там были дикари, которые жили по ту сторону Великой Китайской стены, и, собственно, о защите от которых эта самая Великая Китайская стена и была, как бы, построена для защиты от этих кочевников, вот, но, как бы, ну, они, конечно, представляли какую-то угрозу, по-видимому, так иногда нападали, как и на, допустим, на русские княжи нападали, там, половцы, печенеги, но как-то это все было, в общем, терпимо, как-то с ними как-то справлялись, и большой угрозы они не представляли. Иногда, конечно, кагуны, они могли дойти до, чуть ли не до Рима, вот, но все-таки как-то, в общем, человечество как-то справляло. А тут вот возникла такая, такой мощный энергетический, или, вот, пассионарный взрыв, вот, в монгольском этносе, который, вот, привел к образованию колоссальной империи, собственно, от Китая до границ Европы, вот, и включая и Ближний Восток, потому что в тысяче, например, в 258 году татары-монголы захватили Багдад, так что, в общем, представляете себе, какой был диапазон, так сказать. Значит, на юге Багдад, то есть Персидский залив, на потом, позднее потом и Индия тоже, вот это империя Великих Моголов, это тоже потомки Чингисхана, в общем, основали, потомки Тимура, а Тимур тоже, или Тамерлан, он тоже потомок Чингисхана. То есть здесь был какой-то супермощный пассионарный взрыв, который, вот, длился в каком-то смысле несколько столетий. Вот откуда эта энергия? Вот тут уже, значит, явно, как он считает, должны быть какие-то космические процессы, но не связанные с Солнцем, а какие-то еще таинственные, которые он, в общем, так нам и не раскрыл. Вот, но понятно, что, как бы, говорить о Боге, о божественных энергиях тут не приходится, потому что с какой бы стати Богу нужно было наделять какой-то особой энергией монгольский этнос, сами понимаете, какое-то противоречие, потому что по Григорию Паламе, если мы берем вот это православное понимание божественных энергий, это то, что стяжают люди с помощью молитвы, там, добрых дел, или просто дается как какая-то благодать, но, конечно, христианам прежде всего, как она может быть дана каким-то язычникам, монголам, каким-то неизвестным народам, в общем, не очень понятно. А второй пример – это арабы. Ну, сами арабы, конечно, могут сказать, что им Аллах дал им эту энергию, силу вот распространиться по огромной территории. Как вы знаете, арабы захватили огромные территории. Это было еще до монгольского нашествия, это был VII век н.э. Вот сначала они захватили часть Византийской империи, вот Ближний Восток, Египет, потом пошли дальше в Северную Африку, дошли до Испании, захватили Испанию, а на Востоке дошли до Средней Азии. Вот до сих пор, если вы были как-нибудь в Узбекистане, там есть такие древние города, Бухара и Самарканд, там вот вы видите большие мечети. Но, в принципе, ислам там был еще раньше, еще до монгольских завоеваний. То есть вот это огромная территория, от Средней Азии до Испании. Вот, так сказать, тоже, как считает Гумилев, проявление вот некоторой пассионарности. И тут надо искать какой-то источник энергии, вот как это произошло. Вот, так сказать, это было вот такое основное понятие. Ну, а дальше начинается, вот вводится другое понятие, понятие субпассионарности. Вот что это за такое состояние? Это как бы, когда, ну, буквально, это может быть взято из термодинамики, вот, когда система остывает, она переходит в какое-то вот состояние, ну, то, что мы, это может быть взято отчасти из Евангелия тоже, или из Апокалипсиса даже, так называемая теплохладность. То есть когда, ну, в Евангелии есть такая фраза, по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. То есть любовь, как некая энергия, которая вот охладевает, то есть уменьшается. И, соответственно, вот эта пассионарность, которая была присуща раннему христианству, она тоже уходит из религии. Вот. А, ну, по Шпенглеру бы это объяснялось просто старением цивилизации. Но, видите, тут не так все просто, и как раз Гумилев берет те примеры, которые Шпенглер как-то обходит своим вниманием. Например, у Шпенглера нет монгольской цивилизации вообще. У него есть арабо-византийская, как вы помните, фаустовская, классическая, но монголов он вообще за цивилизацию не считает. А, тем не менее, они просуществовали несколько столетий. Вообще, одно наше иго, монголо-татарское, конечно, это колоссальное, так сказать, ну, формирующее событие для русской истории и так далее. Вот. Так что, вот, ну, вот это, говорю, пассионарность ослабевает. И тогда, значит, стадия пассионарности сменяется стадией, вот, субпассионарности или, как бы, мы бы сказали, теплохладности, когда люди охладевают вообще ко всему. И вот тогда действительно возникают вот эти, так сказать, мысли о самоубийстве и вообще отщете всего сущего. И возникают такие вот Ивана Ильичи, как у Льва Толстого, которые вот переживают, что они должны умереть. Монгольским воинам это, конечно, мысли Ивана Ильича были абсолютно непонятны. Они были, когда человек одержим вот этой страстной идеей, ему не до мыслей там о смысле жизни. Он весь в реализации каких-то своих планов. Будь то индивидуальный пассионарий, как Александр Македонский, будь то коллективная пассионарность, как вот монголы, здесь не знаю, Чингисхан ли здесь их, так сказать, вдохновил, или действительно это какая-то энергия целого этноса, тут не очень понятно. Но в любом случае Александр Македонский сам бы не мог все-таки разгромить Персию один. Ему нужна была какая-то вспышка пассионарности в македонском этносе. То есть он должен был как-то заразить их, по крайней мере, своей пассионарностью. То же самое, и, конечно, тот же самый Цезарь не мог бы победить галлов и германцев и там даже торгнуться в Британию один. Вы понимаете, даже Наполеону и Гитлеру это не удалось торгнуться в Британию, а Цезарь смог это сделать, понимаете, значит, какой был заряд как бы у него. То же самое, конечно, и Наполеон бы один Москву не взял без своих французов, без этой старой молодой гвардии, ну и других. То есть, понимаете, здесь, безусловно, не очень трудно отделить пассионарность личности от пассионарности этноса или так называемой консорции. Потому что, конечно, один Иисус Христос или даже 12 его апостолов не смогли бы организовать церковь, которая даже сейчас в период субпассионарности насчитывает более миллиарда членов. Ну, я бы иду католическую, но еще и несколько сот миллионов православных надо добавить, да, и протестантов тоже, в общем, не надо исключать. То есть, это все люди, вдохновленные вот этим, этой самой консорцией, то есть, небольшим кругом учеников Иисуса Христа. То есть, вот, каков должен быть заряд пассионарности у этих людей, чтобы вот так распространиться и так изменить мир. Ну, если я говорю, что если о христианстве можно говорить, о божественных энергиях, то, вот я говорю, для монголов это было бы странно. Поэтому, вот, Гумилев здесь идет по пути Дарвина. Дарвин ведь тоже там сказал, что да, может быть, творец и вложил какие-то первоначальные формы в качестве основы эволюции, но дальше уже эволюция шла своим путем, и ее движущей силой был естественный отбор и борьба за существование. Так же и здесь, то есть, может быть, творец и создал этот мир, и Гумилев не отрицал, что он верующий человек и христианин, но он считал, что слишком как бы активно использовать, скажем, религиозную лексику или религиозные какие-то объяснения в том, что он считал строгой наукой, было бы странно и как бы отвратило бы, наверное, людей от понимания, осознания вообще. То есть, он считал, что в общем все объясняется вполне материалистически. Есть какая-то вполне физическая земная энергия, которая каким-то хитрым образом вот неравномерно распределяется среди людей и этносов. И тогда те этносы, которые переживают период пассионарности, они побеждают этносы, которые находятся в периоде субпассионарности, ну, или в стадии субпассионарности. Вот, в частности, почему арабы победили Византию. Потому что Византия уже вот склонялась к упадку, скажем так. А вот арабы были вот на пике пассионарности. То же самое, почему монголы победили Киевскую Русь. Потому что Киевская Русь была раздроблена уже, изнежена в каком-то смысле вот цивилизацией. И эти, так сказать, суровые монголы-кочевники вот сумели победить вот этих русских князей, которые уже утрачивали пассионарность. По каким-то причинам, непонятно. Хотя потом они вновь ее обрели, и, как вы знаете, Россия, как говорится, хитбэк, значит, она как бы ответила и захватила Казань при Иване Грозном и пошла, так сказать, линия в обратном направлении. вот русский этнос тоже переживал какие-то периоды пассионарности, субпассионарности и так далее. Но он еще приводит и литературные примеры. Вот он считает, что герои Чехова и Горького это как раз примеры вот субпассионарности. Вот эти вот вечно ноющие Ионычи и Беликовы, человек-футляре или там вот этот палата номер 6, это все, так сказать, прекрасная иллюстрация этно-сопереживающего вот период субпассионарности или босяки Горького. Вот они как бы лишены жизненной энергии. Вот так что но потом, как вы знаете, появилась вот эта новая консорция, так называем большевики, которые вот обладали некоторой пассионарностью, они смогли заразить этой своей пассионарностью весь этнос. И эти бывшие, эти чеховские герои, которые мучились от скуки, не знали, чем им заняться, эти вот чеховские барышни, которые вот рвались в Москву, если вы помните, три сестры или вот там не знали, чем им заняться, вот как в чайке там. Они вот нашли себе применение. И тут еще момент такой, что это совпало с пассионарной вспышкой и еврейского этноса, который был стеснен вот этими антиеврейскими законами, чертой оседлости, и вот как бы и тоже как разжатая пружина тоже вот способствовал успеху вот этой большевистской революции и вот появлению вот собственно говоря вот такого нового пассионарного взрыва, на котором, кстати, возможно, стала победа над, может быть, тоже каким-то тоже пассионарем своего рода, имеется в виду Гитлером. Но Гитлер оказался, видимо, меньше заряженной энергии, чем вот большевистский как бы большевистская консорция и вот в результате более энергичная так сказать культура, более пассионарная победила менее пассионарную. Но это, конечно, вот было безусловно столкновение гигантов и после чего как значит очень афористично выразился Гумилев наступает износ этноса. То есть вот это вот как бы ну почему по ряду причин возникает износ ну как износ механизма потому что гибнут наиболее талантливые наиболее молодые наиболее как раз пассионарные они гибнут в войне. И вы знаете что потери нашей страны вот скоро будет день победы 27 миллионов человек ну вот официальная цифра а писать это в основном молодые люди вот и конечно после такой вот победы которая далась такой ценой конечно люди устали немножко и вот и он говорит он даже как бы пророчествовал Гумилев что вот скоро кончатся все эти репрессии и люди просто захотят строить дачи там не знаю выращивать растения на подоконнике там заводить домашних животных и это будет вот как раз просто жизнь вот ну видите не совсем сбылось то что он предсказывал но это вот он говорил уже незадолго до своей смерти в 1992 году когда у нас как раз начинались вот экономические преобразования вот вернулся капитализм он говорит ну люди просто захотели пожить по-человечески бросили эти идеи там большевизма коммунизма переустройства мира и просто хотят нормально жить ну вот собственно говоря очень я бы сказал богатое по вот так сказать ну по таким большой объяснительный потенциал скажем так есть у этой теории Льва Гумилева ну я вот много ведь с вами уже разбирал разных философов разных концепций вот вы помните какой колоссальный объяснительный потенциал был у фридизма у марксизма у Шпенглера ну и вот теперь мы имеем еще одну попытку объяснить ну у Гегеля конечно и вот мы теперь имеем еще одну попытку объяснить вот что происходит в мире и понятно что сейчас мы уже можем действительно это использовать надо сказать что хотя идеи Гумилева так прямо восприняты не были на западе хотя конечно если вы посмотрите то есть такой термин по-английски даже но немножко это преобразилось в учении американского социолога Сэмюэля Хантингтона конфликт цивилизаций это Хантингтон представляет собой некоторую смесь я бы сказал Гумилева и Шпенглера то есть от Шпенглера взято вот главное понятие цивилизации то есть Хантингтон не пользуется понятием консорции конвикции этносы он говорит о цивилизациях но в общем вот у Хантингтона тоже есть эта проблема энергии откуда берется энергия например для оранжевых революций в Северной Африке вот вопрос что выводит или для иранской революции 78-79 года что выводит людей как говорится на площадь откуда берется эта энергия и вот Хантингтон решает этот вопрос как-то очень просто он говорит это многодетность то есть демографическая структура общества если в обществе много молодых людей если вот количество стариков меньше ну вы знаете как демографическая пирамида вообще устроена вот если нормальная демографическая пирамида она вот как бы сужается к вершине то есть много малышей потом чуть-чуть меньше меньше и наконец там вот доходишь до 80 лет почти никого нет все уже вымерли вот а бывает перевернута демографическая пирамида мало детей потому что женщины как вы знаете на позапрошлой лекции мы говорили когда речь шла о фейерабенде почему же женщины не рожают вот это загадочная ситуация она Гумилёб бы сказал потому что наши женщины находятся в стадии субпассионарности а для того чтобы родить нужно быть пассионарным и женщины тоже мог быть пассионарной как и мужчина но у них это проявляется вот где-то рождение то есть они вот рожают детей если вы спросите эту женщину а почему ты рожаешь вот одного за другим она должна не сразу ответить она потому что не понимает что она в пассионарной стадии находится и что она часть этноса которая находится в пассионарной стадии но если это есть а в Иране конечно во время вот этой революции ну которую вы уже не застали вы еще не застали а я застал это вот когда святли Шаха ну не знаю ну а вы конечно застали оранжевые революции вот в Северной Африке вот о которых уже пишет непосредственно Хантингон тоже он говорит обратите внимание на этот Тунис Алжир Египет на тот же Иран сколько там молодых людей понимаете в этносе и как там как раз стариков почти нет там в основном общество это из молодых людей молодые люди они как бы вот заряжены энергией молодости то есть вот это источник энергии то есть возьмите любой этнос где вот расширенное воспроизводство где есть многодетность и вы найдете там пассионарность если вы стареющий этнос по Хантингтона это или стареющая цивилизация это цивилизация где женщины перестают рожать соответственно вот если они там родят одного ребенка то он уже будет конечно абсолютно небоеспособен скажем так и не его будет трудно зарядить тоже революционным сознанием он будет там каким-то кабинетным ученым там или просто там плейбоем но ничего такого не создаст вот политически важного вот собственно говоря вот так сказать один такой вот момент который вот мы находим как бы скажем можно конечно поставить так проблему влияние Гумилева на Хантингтона но думаю что это будет не так просто доказать что там есть какая-то связь но в любом случае похожи они тем что они ищут источник энергии они хотят понять что лежит в основе они оба и Хантингтон и Лев Гумилев понимают что так просто вещи не происходят что для того чтобы что-то произошло нужна энергия и вот они ищут пытаются найти источники этой энергии ищут по-разному но собственно и сама многодетность Хантингтона она тоже нуждается в каком-то объяснении а почему вот эти женщины рожают а вот эти женщины не рожают только ли это связано с тем что они там получили высшее образование или там приобщились к программе секс в большом городе по МТВ непонятно что там или мультиков много посмотрели не очень понятно что мешает им рожать так сказать переизбыток знаний или там недостаток знаний не знаю но в любом случае все равно так или иначе чтобы родить ребенка нужна энергия нужна мотивация и эту мотивацию тоже надо где-то искать вот и опять понятно что если ее искать только допустим благодати как христиане считают она непонятно а что руководит исламскими женщинами откуда у них благодать ну с точки ислама понятно от Аллаха но скажем хорошо а монгольские женщины языческие женщины шаманы что ли им дают энергию откуда шаманы ее берут там камланьям каким-то не спосылают это уже мы подходим к юнгу понимаете или в общем это уже какая-то ну и так далее в общем проблема остается проблема так и до сих пор наверное по-настоящему не решена и наконец вот фукуяма это вот человек который и сейчас достаточно популярен вот особенно важна здесь его книга конец истории значит ну конец истории в общем на самом деле это тоже как бы некоторое продолжение Шпенглера то есть ну как бы великое смешение и торжество второго начала термодинамики то есть если где-то есть там холодное воздух где-то горячий то в конце концов все смешивается и температура где-то выравнивается как вот сейчас в этой аудитории температура где-то примерно одинаковая во всех углах вот так же и вот как бы в обществе с либеральной экономикой с демократией должны сгладиться все противоречия до этого что им мешало железный занавес вот советский союз борьба с двух сверхдержав как только вот пала берлинская стена и советский союз отказался от программы построения коммунизма сразу все как-то успокоилось и вот Хантинг говорит вот сейчас наступит конец истории ну как вы знаете он поспешил немножко с прогнозами своими сейчас ему приходится уже на ходу корректировать свои прогнозы вот но тем менее вот это как бы идея тоже в каком-то смысле связана с идеей Гумилева об износе этноса и об субпассионарности то есть по сути что предлагает Фукуяма то есть что как вы что он описывает он описывает субпассионарную стадию которая захватывает весь мир как бы такой глобальная субпассионарность если так можно выразиться вот но пока субпассионарность локально она была всегда там то есть вот там та же Византия она могла быть в субпассионарной стадии стать жертвой сначала арабского нашествия потом турецкого нашествия там скажем та же самая допустим тоже казанское ханство оно тоже когда-то было это же потомки тех самых татар которые когда-то так сказать можно сказать нападали на и владели даже русскими княжествами а теперь вот Иван Грозный как бы их победил то есть получается что они должны по Гумилёву быть в стадии субпассионарности те же самые потомки монголов теперь это калмыки буряты и те же самые монголы они тоже пребывают в стадии субпассионарности то есть они тоже уже потеряли эту воинственность понимаете вот так что ну я хочу сказать что вот но это локальные какие-то локальные вспышки пассионарности локальные вспышки как бы локальные явления износа этноса субпассионарности и так далее а по фукуями как бы в конце концов пассионарность вообще исчезнет ну вы спросите а тогда возникает вопрос а если она исчезнет то что вообще привело к ее появлению тогда почему она ну знаете как вопросы Почему вообще что-то есть, когда могло ничего не быть? Вот также можно и к фуквиям обратиться с вопросом, а почему вообще что-то возникло, почему вообще возникла эта пассионарность? Ну то, что она, допустим, в принципе, возможен такой сценарий, что все этносы на земле вдруг почувствуют, что они изношены и откажутся вообще и воевать, и будут только торговать, ну такую утопию можно себе представить в принципе, она не противоречит как бы ничему, то есть такой сценарий возможен. Но тогда фуквияма должен был ответить на вопрос, откуда вообще пассионарность взялась. Если она действительно, вот эта энергия таинственная как-то проникает или в этнос, или консорции, и появляется где-то ислам, где-то христианство, где-то там монголы, где-то вот македонцы, где-то вдруг французы, так сказать, большевики и так далее. Откуда тогда все это? И тогда, если мы не поняли, откуда эта энергия, то как мы можем утверждать, что эта энергия ушла навсегда с нашей планеты? Потому что она вдруг, так сказать, неожиданным образом проявится, когда мы меньше всего этого ждем. Но что касается многодетности, тоже это, конечно, объяснение хорошее, но, мне кажется, неисчерпывающее. Может быть, у монголов и была многодетность, я не буду оспаривать, хотя, конечно, демографических исследований никто не проводил. Но сказать, что многодетность была у македонцев времен Филиппа II и Александра, мне кажется, очень тезис такой, с какой стати, почему в Афинах и Спартии не было многодетности, а вдруг в Македонии она откуда-то взялась. Тоже таинственно, в общем, все. Потом, наконец, многодетность может объяснить, скажем, действительно, какие-то события, вот там, иранскую революцию. Но, допустим, объяснить с помощью многодетности возникновение ислама, что так вот просто арабы стали рожать детей и поэтому распространились по всему миру. А где вот самый главный фактор, новая религия, Коран? Это же не многодетность, значит, одна многодетность еще, но она может дать материал, скажем так, как вот студенты могут дать материал, скажем, для, не знаю, для того, чтобы лекция состоялась. Но все-таки должен быть и лектор, который все-таки что-то произносит. Вот так же и здесь. То есть, да, многодетность, конечно, необходима, но, скажем, недостаточное условие пассионарности. Нужна еще, так сказать, и идея. Вот, и откуда берется идея, вот тут как раз и даже Гумилев, в общем, не может нам толком объяснить, откуда берется идея. Потому что его все-таки больше интересуют такие, как бы, ну, такие вот войны, завоевания, где, в общем-то, идей-то особых и нет. Ну, какая там была идея у Чингисхана? У них даже письменности не было. А вот, когда мы берем, допустим, арабское завоевание, то мне кажется, Гумилев немножко упрощает, потому что он не берет вот религиозную составляющую этого процесса, то есть сам ислам. И то же самое, когда мы, допустим, рассматриваем иранскую революцию 78-79 года, там тоже фактор был не только в многодетности или там в недовольстве с шахом, но была какая-то идея у этого Айталы Хамини, идея именно возрождения ислама. И тут, конечно, просто рассматривать иранскую революцию без исламского фактора, ну, а исламский фактор – это идеологический фактор и религиозный фактор, то есть я думаю, что это было бы однобоко. То есть таким образом можно сказать, что да, мы берем некоторые идеи Гумилева, но все-таки их надо еще, как бы, дополнять и, как бы, реализовывать и продолжать. К счастью, для этого есть все основания. Вот я, когда был в Астане, обратил внимание на существование в Астане, или сейчас Нот-Султан, это называется город, университета имени Льва Николаевича Гумилева. Я очень удивился, почему университет в столице Казахстана назван именем Гумилева. Дело в том, что, вот тут последнее, что я скажу, что для Гумилева очень характерна вот эта идея евразийства, он вообще примыкал к философам-евразийцам. То есть он считал, что вот Россия не чисто европейская, как бы, цивилизация, а именно она занимает вот это пограничное место, вот тут важен географический фактор, она, Россия находится между Европой и Азией. И поэтому вот этим обусловлено своеобразие русской цивилизации, которая представляет собой некий синтез, и поэтому Россия должна быть открыта не только к Западу, но и к Востоку. И вот то, что Петр исключительно ориентировался на Запад, на Европу, это был с точки зрения Гумилева недостаток. Мы должны также открыть окно, прорубить окно на Восток, если так можно выразиться. Но это очень трудно. Знаете, сколько людей изучают у нас английский, немецкий, французский язык, латынь, греческий, и как мало людей изучают арабский, персидский, тюркский, китайский, хинди. А как без знания языков прорубить окно в Азию, скажем так? Может, ее не надо как бы прорубать? То есть у нас ведь, вот начиная с Петра Первого, у нас вот это господство Лапашпенглеру, это вот псевдоморфоза фаустовской цивилизации. То есть как бы мы были, вот мы только, так сказать, настраивались на Запад. Но вот у нас были, помните, споры между западниками и славянофилами. И в этих спорах побеждали западники. И даже большевики, в принципе, тоже были еще достаточно прозападны. Вот сейчас как раз наступила возможность и время заняться Востоком. И вот эта идея Гумилева, она вот действительно была кем-то очень умным человеком оценена в Казахстане. Но не только потому, что он там провел свое третье заключение в Карагандинском лагере, а это ведь недалеко. Караганда и Целиноград, нынешняя Астана или Нур-Султан, это как раз достаточно близко расположенные территории, города. Да, но дело не только в том, что там просто побывал Гумилев, хотя и не по своей воле, а в качестве заключенного. Но просто вот как бы потенциал его идей был как-то оценен. И я считаю, вот это существование университета имени Гумилева в наши дни, вот в Казахстане, это какой-то знак для нас, что в общем еще не все потеряно, и мы можем куда-то двигаться. Вот, собственно говоря, на этой оптимистической ноте я хотел бы закончить. И последняя лекция у меня будет посвящена истории науки, я говорил об этом, Пьер Дюгем, Александр Кайре и так далее. То есть мы будем говорить, анализа Майер, мы будем говорить просто о том, что вот как происходит эволюция науки, то есть есть ли какая-то параллель с Дарвином, то есть действительно ли идет какой-то естественный отбор идей, концепций, побеждают ли наиболее приспособленные, идет ли там вот борьба за существование, и как вообще все это происходит, и есть ли там вот так называемые лошади приживальского, то есть какие-то, то есть как бы идея появляется, может быть, в каком-то необычном виде, потом, может быть, в таком виде уже и не существует, но как-то дает какой-то вот импульс для появления сходных идей, и так вот постепенно рождаются все новые и новые идеи, и так вот мы приходим, наконец, к современной науке. Но об этом вот я расскажу в своей последней лекции. Сейчас, наверное, уже вот давайте закончим на этом. Последняя лекция будет 14-го числа, надеюсь, у нас состоится. Мы поговорим об истории науки. Ну вот и, собственно, все тогда. До свидания.